Мама ее привела примерно 3 года тому назад. Ей было 12, она тренируется 3 года уже. Начала боксировать с той весны еще даже годами. Уже провела несколько соревнований, в которых выигрывала, призерка остановилась. Первые соревнования у нас были первенства области, в том году весной, апрель-март примерно. Она их выиграла, отобралась на республику, выиграла первенство республики, потом еще были областные соревнования. Недавно у нас были международные соревнования на Украине, где она боксировала с финалисткой Европы и мира. По очкам ее уступила, но стала второй в финальном бою. Ее медаль. Это вот с Украины, про которую я говорил, второе место. На Украине второе место она заняла, это единственное соревнование, где она проиграла первый бой свой. Ну проиграла достойно. Соперница была серьезная, и в принципе там немножко уступила ей. Это у нас вот здесь написано, это вот последний международный турнир Юкова, где она стала первой, выиграла у спортсменки из Польши, чемпионки Польши в финальном бою. Вот это вижу первенство республики Беларусь, это ее второе соревнование, также первое место. Ну еще здесь несколько медалей тоже за первое место, такие областного масштаба. Диана, расскажи мне, пожалуйста, вот такой экстремальный вид спорта для девочки, почему? Ну не знаю, меня с самого детства привычали быть спортивной. Я очень люблю спорт, я очень уважаю бокс, и вообще спорт это мое. Я вот смотрю в зале, ты единственная здесь? Ну вообще я пришла на бокс сначала, чтобы постоять за себя, а уже потом переключилась на более профессиональный уровень. И меня папа постоянно тренировал, он говорит, что если будешь перед себя, то станешь чемпионкой. Что же, я этого добилась, и собираюсь еще тренироваться и работать. Это вот недавно у меня была матча встреча международная с Украинкой, когда я была мастер спорта. Правда я проиграла, но все равно мне было действительно проигрывать, потому что я боксировала с достойным человеком. И недавно я боксировала с поляшкой, я ее выиграла, тоже значимая с реналом. Скажи, вот твою жизненную кредо, вот какую? Ну я никогда не отступаю, мой девиз не искупаться и не сдаваться. Я собираюсь стать мастером, сколько у него народного класса, и потом перейти на профессиональный уровень. Серьезный ответственный шаг, ради чего? Ну я обещала своей маме, что я принесу свой пояс и полмиллиона долларов, что надо исполнять обещание. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Субтитры Алексею Дубровскому!